Общественников Академгородка смутили неаккуратные киоски. На двух остановках в верхней зоне научного центра появились фанерные лаки в духе 90-х. Александр Сульдин побывал там и узнал, почему от неуместных конструкций не так уж легко избавиться. Эта девушка архитектор, общественник, горой стоит за Академгородок. Вместе с другими инициаторами разрабатывает дизайн-код научного центра. Недостатки любимого района замечает сразу. Начали появляться такие ларьки, пока что без назначения. Для меня это немного странно, поскольку нужно было, мне кажется, начать сначала с нескольких остановок, которые у нас здесь по Морскому проспекту имеются, а потом уже думать о какой-то инфраструктурной среде, которая, к сожалению, пока что никак не используется. В качестве доски объявлений поликлиники слишком большая конструкция, мне кажется. Ну и плюс я задаюсь всегда вопросом, почему они такие черные. И вправду черные, и не только внешним видом пугают. Оно элементарно мешает обзору людям, стоящим на остановке. То есть когда тут летом идут осадки, соответственно, не видно общественного транспорта. Ларьки стоят на землях Суран. Разрешение на их установку выдавали там же. Хозяин этих точек собирался торговать печатной продукцией, но что-то пошло не так. Журналы не завезли. Коммерсант уберет помещение за свой счет, если ему предложат такие же выгодные места. Ведь договору аренды у него на 4 года. Мэрии говорят, навести порядок даже на муниципальном участке пока трудно. Правительство требует поберечь бизнесменов в непростое время. Хотя в городе уже все готово для борьбы с несуразными киосками. Мы отодвинули срок исполнения этого пункта, этого постановления про архитектурный облик на 1 января 2023 года. Поэтому всем предпринимателям до 1 января беспокоиться в части штрафов или прекращения договоров не нужно. Но думать об этом нужно. Потому что рано или поздно это все равно срок придет. Так что в нынешних условиях, когда дорог каждый предприниматель, остается надеяться на сознательность самих коммерсантов. Положительные примеры есть. Например, общественно-торговый центр «Академгородка». Здание прекрасно вписано в сложный рельеф местности, построено из разнообразных материалов. Большие окна, через которые насквозь просматриваются торговые залы. Крыша как бы висит над землей, здание получается воздушным. Но недавно свое очарование оно утратило. И, как говорят, выглядело подобно коробке бананов с разноцветными наклейками. Сейчас процесс пошел в пять. Лишние баннеры убрали. Но еще есть над чем работать. И работать нужно, чтобы город не потерял свое лицо. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...